Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Для начала мне бы хотелось отметить, что у вас имеет место быть определенное противоречие в том, что вы пишете. То есть вы пишете, что вы встречаетесь около полгода и ни разу не виделись. Но при этом в своем дополнении вы пишете, что вы не видите только две недели. То есть вы меня конечно измените, но как-то вот не очень понятно этот момент, не очень ясно. То есть вы виделись до этого, до двух недель или нет? Если вы виделись, то как вы пишете, что не виделись ни разу. То есть тут противоречие. Дальше. Дальше. Вы пишете, что она всегда была невнимательная, но последние две недели практически безвыгодно. Она тратит свое время на работу. Наверное, вы имеете ввиду, что все-таки вы не виделись последние две недели, а до этого виделись. Я так полагаю. Это вы имеете ввиду. А если она две недели назад начала безвыгодно отдавать время своей работе, значит вероятно именно две недели назад что-то поменялось. Что-то изменилось. Видимо. Другой вопрос заключается в том, что именно изменилось и что именно поменялось. Потому что совершенно точно, что это не работа. Это что-то между вами произошло. То есть тут надо бы проанализировать ваши отношения с нами. Вот. Какие они были. Потому что, на мой взгляд, работа это повод. Не более того. Чисто. Чисто. Только повод. Вот. Значит она отказывается. Да. По логине прикину. Но тем не менее. Вы чувствуете, что этот человек у вас за две недели, да. Не нашел времени, чтобы с вами встретиться. Ну, значит, скорее всего, она этого не хочет. И все ее поведение говорит о том, что она не хочет в данный момент времени с вами быть. Вот. Опять же, если с первым противоречием вроде как мы разобрались, да. Хотя оно не очевидно. То есть, ну, не очевидно, что разобрались, может быть. То есть еще одно противоречие. Вы говорите, что вы оставили в покое на эти две недели ее. Ну, типа, лучше не стало. Так, а как вы оставили ее в покое на две недели, если вы пишите, что предлагали много вариантов? То есть, это не оставили в покое. Тогда возникает вопрос. А что вы подразумеваете под оставить в покое? Потому что, с точки зрения, например, моей, да, с точки зрения моей, оставить в покое человека, это значит не трогать его, не писать ему ничего, вообще никак с ним не взаимодействовать, да. То есть, показать, что у меня, грубо говоря, есть сейчас свои дела, дела поважнее, вот и все. У вас ничего такого не наблюдается. И, собственно, именно поэтому у меня к вам и возник такой вопрос. Именно поэтому у меня к вам возник такой вопрос относительно вот того, что вы понимаете, будет оставить в покое, и как это происходит у вас. Вот. Значит, дальше вы пишите. С одной стороны, я бы хотел сохранить отношения. А для чего? Но без такой крайне невнимательности. Ну, опять же, если вы пишите, что девочка всегда была невнимательна по отношению к вам, то это можно интерпретировать именно как отсутствие ее заинтересованности в отношениях с вами. То есть, ей отношения с вами, да, неинтересны. Вот. В принципе. И получается, что отношения вы тянете как бы, да, ну, на себе, скажем так. Да? То есть, вот давайте, скажем прямо, что отношения вы тянете на себе сейчас. Вот все отношения, да, все, вот вся история ваших отношений, это про то, это скорее про то, как вы тянете их на себе. То есть, вы как бы постоянно выступаете инициатором в отношениях, вы постоянно выступаете источником какой-либо активности. Вот. То есть, мне кажется, что ваша заинтересованность такая вот, ну, двойная заинтересованность, да. То есть, и за себя, и за нее. Она, в общем-то, ничего хорошего не несет для вас. И нужно все-таки в отношениях, наверное, вести себя более пассивно. Вот. Но для этого, опять же, нужно сперва поисследовать, что вы понимаете, да, что вы подразумеваете вот оставить в покое. Потому что, мне кажется, что здесь скроется основная такая вот причина для непонимания между вами и, например, ну, нашими сотрудниками, медленами и коллегами. Медлами и коллегами. Вот. А дальше, может быть, мне это уже и не нужно. Хорошо. А что вам нужно? Нужно. А надо... То есть, а чего вы хотите? Что вам нужно? Самому. То есть, вы девушку такой, какая она есть, не принимаете. А вас ее поведение напрягает. Что, как бы, в целом, нормально. То есть, в целом, это окей, что она вас напрягает. Но отношения без безусловного принятия невозможно, к сожалению. А посоветуйте, как быть. Да, как быть, чтобы что. Если вы хотите отношения сохранить, то не стоит делать резкие движения. Скажите, девушки, откровенно. Вот прямо скажите, что, ну, так-так, вот я очень много времени, значит, ну, старался быть активным, да, в отношениях с тобой. Я очень много времени, очень долгое время, там, значит, постоянно пытался встретиться, вот. Но я не вижу с твоей стороны желания этого делать. Вот. Соответственно, у меня такое ощущение возникло, что я навязываюсь. Я не хочу тебе навязываться. Поэтому давай, значит, как у тебя будет время, да, ты мне дождать, и мы с тобой обязательно встретимся. А пока еще я не буду больше тебе предлагать встречи. Вот. И вам бы здесь продолжить общение с ней. То есть вам бы здесь продолжать контактировать. чем-то делиться, что-то обсуждать, вот. Чтобы она видела, что вы не обижаетесь, а именно высказываете просто свою позицию и все. Вот это, мне кажется, была бы идеальной стратегией для того, чтобы посмотреть, что она чувствует к вам. А говорить «нет» в ответ на ее предложение о встрече, это, к сожалению, означает поступать по-детски, поступать, ну, по факту, поступать так же, как она. Вот. Вы можете, вы можете так поступать, да, вы можете так поступать, но мне кажется, что хорошего из этого ничего не получится. То есть она увидит вашу «нет», она подумает, что вот, вы ее мстите, вот-вот, вы ей отвечаете тем же и, соответственно, это еще больше вас отползнет. То есть, опять же, это вариант, но если вы хотите сохранить отношения, то это абсолютно не то, что нужно делать. Вот. С другой стороны, вы пишите, что вы сами не знаете, что вам нужно и нужно ли вам. То есть, может быть, имеет смысл разобраться именно в своих чувствах и, может быть, имеет смысл разобраться именно в том, чего вы хотите. может быть, может быть, имеет смысл разобраться в том, что вы чувствуете к девушке, то есть, ну, какое она для вас имеет значение. Ну, вот, чтобы, опять же, опять же, более целенаправленно выстраивать свое поведение, свою модель поведения, да. Вот. То есть, это тут, как бы, вам решать. Потому что, если вы понимаете, все упирается в то, что вы не определены, вы не определили, не определили, да. То есть, если вы пишите, например, что, ам, значит, ну, то у вас, вот, в ней есть чувство, да, что, какие-то чувства, а, на что они направлены, направлены. Это нужно исследовать, это нужно исследовать, обязательно. Вот, в целом, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что помог вам. Отдельным пунктом идут ваши собственные чувства и переживания по данному моменту. Какие чувства вы испытываете, что вы чувствуете раздражение, вам плохо или что. Вот, с этими, с этими вашими, собственно, переживаниями тоже нужно промолить и преследовать их причины, потому что это создает, эээ, мотивацию, эээ, сверхмотивацию, что-то делать с девочкой. Вот. А в отношениях все это приводит к коллапсу. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Гerба на матчах. Пусть в гнороте. Удачи. Пусть в гнороте.